Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфай. Поздравляю всех с наступившим Новым Годом, Рождеством, Старым Новым Годом, 23... Ну, когда вы там меня смотрите, собственно, с тем праздником я вас и поздравляю. Есть отличная новость. С 1 января 2021 года в нашей стране увеличен минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Теперь МРОД составляет 12 792 рубля, а прожиточный минимум в нашей стране 11 653 рубля. Ну и вы скажете, господи, что же вообще можно купить на эти деньги, как на эти деньги можно прожить, но надо во всем искать положительные моменты. Я провел небольшое исследование и оказалось, что на сумму прожиточного минимума в нашей стране можно купить дом. Ну, дом или дачу. Скорее, конечно, дачу. В общем, сегодня обзор жилья, который можно себе позволить на сумму до 11 000 рублей. Погнали! Дом номер 1 недалеко от Барнаула за 10 000 рублей. Дом 39 квадратных метров на участке 9 соток. И, пожалуй, это один из тех случаев, когда нужно брать, не задумываясь. Потому что почитайте, собственно, само объявление, и вы все сами поймете. Хозяину дом совершенно не нужен, ему не хочется платить налоги, и он готов буквально бесплатно отдать этот дом. Если вы живете недалеко от Барнаула, то, наверное, стоит посмотреть и забрать себе этот домик. Следующий дом, который вы можете себе позволить на прожиточный минимум, находится в Кемерово. Точнее, в Кемеровской области. Это дача. Автор объявления совершил сразу несколько ошибок. Все знают, что когда пишешь какое-нибудь объявление, или хочешь что-то продать, или что-то порекламировать, ни в коем случае нельзя использовать. Частичку нет. Но здесь этих нет огромное количество. Смотрите, электричества нет, охраны нет, прописки нет, бани нет. Ну и как-то сразу хочется на вопрос, будешь покупать этот дом, ответить нет. Но есть и огромный плюс. Это 6 соток земли за 10 тысяч рублей в черте города. Стоит задуматься. Даже несмотря на огромное количество, нет. Следующая дача 20 квадратных метров, 8 соток земли за 10 тысяч рублей в Иркутской области. И самый главный плюс этой дачи, вы посмотрите только на карту. Совсем недалеко река Ангара. Представляете, какая романтика жить на Ангаре. Прям как в песне. На Ангаре. Я очень плохо пою, едем дальше. Далее у нас домик с участком в Алтайском крае всего лишь за 2 тысячи рублей. Очень непонятное объявление. Здесь хозяин пишет, что, мол, есть у него много участков, много дач. Есть вообще участки бесплатно. Как-то очень сомнительно. Зачем человеку раздавать участки бесплатно? Совершенно непонятно. Но если вы живете в Алтайском крае, то, наверное, стоит позвонить, уточнить и забрать себе участок за 2 тысячи рублей. И еще один вариант, когда вы укладываетесь в прожиточный минимум. Это вот такой замечательный домик, дача в Красноярском крае. К сожалению, там нет воды, нет документов, нет электричества. Ну, что называется, настоящий красноярский медвежий угол. Вот такая подборка домиков у меня сегодня получилась. Согласен. Домики, прям скажем, не очень. Ну, в основном, естественно, это рухлядь какая-то в непонятно каких местах. Но с другой стороны, друзья, 11 тысяч рублей, прожиточный минимум. И, ну, получается, любой житель нашей страны может позволить себе иметь такой домик. Да, там не будет электричества, там не будет воды, там не будет печки, не будет света, не будет дорог, не будет вообще ничего. Но зато земля будет вашей. Миклуха Макфлай, переезжайте в деревню. Всего вам самого хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...